Всем привет, продолжаем снимать обзоры на напитки, спортивное питание и энергетические напитки. Вновь у нас серия Дружба, СПО, ССПК. Замечательная фирма, хорошие виды мясных изделий производят из мрамы на говядины. И вот такая вот необычная речь. Сегодня я пригласил Юру. Юра, как вы видите, занимается бани-юрином повар-лифтингом, большой. И, соответственно, он тоже мясо любит есть, да, так понимаю, Юра? Конечно. Вот, соответственно, я думаю, мы с ним оценим этот продукт. Продукт необычный, мы уже с Юлей перекинулись словами. Это у нас, соответственно, бекон из грудинки, из говядины. То есть я вот с ума бекон не ел, Юра тоже из мрамы на говядину на бекон не ели, да? Попробуем. Смотрится просто очень круто и вкусно. Но поскольку все-таки мы спортсмены, да, соответственно, мы решили не просто пожарить бекон, а с чем? С углеводиками, с макаронами. Так, и... Так, давайте посмотрим, что у нас здесь указано. Так, дизайн выводится, да, у нас есть вариант запекать, есть гриль и жарить на сковородке. Ну, мы третий вариант убираем, правильно? Да, это мы решили пожарить на сковороде с яйцами. Так, а что здесь текает, что информация у нас есть? Здесь у нас 4,6 грамм, правильно это пачка все, да? Вот. Состав мяса высокоясним говядином и все-таки. Состав отличный. По калорийности что у нас обстановка у нас? 270 калорий, жиры 16, белок 19. То есть тут нормально так, тысячи с лишним получается, да, пачки? Да. Ну и что, не терпится пробовать, поехали. Итак, начинаем готовить. Вот Юра взялся за бекон. Так. Давай рассказывай, в виде пацанов как готовить. Так, что? Сковородку поставили. Она уже, в принципе, накалилась, наверное. Тут, как видим, запаковано все в вакуум. Я думаю, это так попробую без ножа распаковать. Прям конкретный вакуум. Ну, когда с Тановой А4 можно без ножа дать. Так, сейчас по-друге покажем. Так, это все. Так, что выглядит неплохо. На массу. Вот она, бекончик. Почти полкилота, там 460 грамм, да? Да. И что мы с ним делаем? О, теперь мы это выкладываем. Да, что ли я? Ага. Выглядит прям-прям шикарно, да? Обалденно. Да, просто вообще. Порезет любви. Угу. Ну, ничего, сейчас это сало растопится маленько. Я думаю, нормально. Отлипнет. Не стали ничего наносить на ковраду. Так, как сало смотрим, тут прилично. А-то вообще свиной, да, он часто едет, кстати? Не, не часто. Едет, редко, да? Как бы очень, может быть, раз. Ну, вообще, говорят, что на дне, что он полезен из-за меня ковридного сустава. Другие делали, что вроде как бы он сильно калорийный, типа. А если вы ужали панцероген, то я к этому относился. Я думаю, к такой еде надо относиться так, чтобы кайфануть. То есть, иногда, да? Да, да. Я, как бы, не всегда же обычно люди сидят там круглый год на диете. У меня, допустим, какие-то периоды есть. Период сушки есть. Есть период, даже не назову его массонапором, а просто обычный период. Тогда едешь все, что хочешь. Период сушки, конечно, такое уже исключаем. А так, как бы, у нас все равно жидкая пола. Передай природу Дубаям, да? Дубаям, привет. Туда я забегаю и на массе, так скажем, очень часто. И даже на сушке бывает, да. Вкусно, да? Очень вкусно. Опа, сними поближе, смотри, как начал отделяться сок. И другую прям очень красиво, интересно выглядит. А период яиц, Юрка, когда добавлять? Сейчас уже начнем добавлять. Полностью, да, белки жиры или как? Все же тоненькое. Долго этому готовиться, я думаю, не надо. Поэтому мы сейчас разобьем. Сверху цельное яйцо мы сюда добавим. Разобьем. Думаю, уже можно убавить. У меня что, шестерка была? На четверку. Убавляем огонь, да? Да. И крышкой, наверное, прикроем. Я думаю, это будет огонь. Кстати, можно было, наверное, посолить. Сперва их, а сверху еще и яйца. Ну, думаю, ничего страшного. И сверху сейчас посолим. Побольше и яйца, да, на массу. Да. Ну так, ребята, промежуточный результат. Выглядит отлично. Ужать уже всем охота. Там не терпится. Есть еще гарнир видеоуглей. Мы сейчас будем дегустировать. Погнали. Погнали. Так, ну вот, видимо, собственно, сам бекон пожарился. Да, вот, некоторые прям такие кусочки яркие получились. Сейчас сразу попробуем. Плотно, да, Путин? Оба. Подлодку. Не ход уже куда-нибудь, чтобы разные формы все выдает. Да, вот кусочек есть поменьше. Проще его сейчас возьму, да, и все. О, прицеливается. Ну как? Твоем мнение. Ну я в восторге вообще. Просто отличается от свиного. Совсем по-другому. Все равно вкус говядины чувствуется. Не знаю, не писать. Сминок как бы это свое такое. Очень прикольно. Нет, вкусник запаха к прижарке, да, вот отсутили немного. Списник запах, когда жарят, прикольно. Сам жир такой вкусный вообще. Я всегда люблю шашлык с сыной, допустим, если взять. Люблю, чтобы он был жиром. А не сухое мясо. Так же, как говядина. Вот она просто обычная, говядина невкусная, сухая. А вот это вот с жиром, прям огонь. Вот. Ну что, будем дегустировать дальше. Пока что все отлично. Очень вкусно. Ну мы, собственно, с горных чеком. Да, поспорили 500 грамм. Макарашек так размягчат. От сахара. Потому что у нас еще там другие виды. Мара-мара-мара-мара-мара. Премия. Мара-мара-мара-мара. Ну что, поехали? Поехали. В процессе идет всего ростоверия. Разбушевался я на шутку. Некуда разговаривать. Действительно, бекончик неплохой. особенно для тех кто как я жирненько которые категорически жирное не любят мясо там все жир отделяет с самого детства таким людям наверное не зайдет чисто на маску с яйцами это полезно всего по полной особенно белка и так вот мы доели плотно-плотно и вкусно на скоро на канале будет данный рост и вот он открытый собственно вот сейчас мы резюмируем собственно по декорам на говядина дружба не могу кое-что мы с тобой уже оценивать не страшно скажи оценку тут тоже я не могу дать оценку допустим там по пятибалльной шкале конечно мне хочется поставить 5 потому что мне не с чем сравнить я в принципе такие ну с обычным мясом только с каким-то такие продукты как бекон даже тот же свиной я их редко употребляю поэтому не могу дать такую точную правильную оценку но все-таки я да оценку четыре с половиной балла потому что я бы и 5 поставил потому что мне очень понравилось очень вкусно сочно и что еще ну и необычно во первых это не свинина это все-таки говядина поэтому вкус такой интересный необычный особенно такого раньше не ел и это не приелось к тебе но любителям не могу оценить потому что я не специалист в беконе не обозначить а так тебе просто посоветовать конечно я любому человеку бы посоветовал потому что это очень вкусно все хорошо значит что могу искать я по бекону больше можно сказать специалисты употребляю чаще но опять же свиной а причем мы пробовали брать мирадорговский бекон сырой для жарки но обычно мы берем бекон который можно уже срок или есть его можно и жарить разница копченый соответственно что могу сказать действительно вкус отличается но мне понравилось тоже скажу что любителям бекона рекомендую есть его прям поджарить хорошо как мы сделали будет вкусно сочно но по баллам тоже трудно оценить тоже я соглашусь право сура четверочка твердым поставлю уверенный хороший но и что могу сказать пробуйте открывать для себя новые вкусы ну и дружба замечательное мясо мне пока все их продукты нравились ну и смотрите нас на стейке данного до новых встреч